нам понадобится цветная бумага линейка для подравнения стиражка киточка вот так мы будем сегодня делать игрушечного нам понадобится степлер ножницы и клей пва если у вас нет цветной бумаги вы можете взять обычный белый а если нет клея пва можно обычный клей взяли листок а можно использовать вот такую вот бумагу можно а что это за бумага да вот для оригами конечно вот эти это нужен до любой этот листок мы закладываем друг на друга пополам все ровно должно быть поднимем стороне потом отрезаем пополам вот этой вот черточкой кася ты хочешь что-то спросить да я уже спросила нам нужен только один вот такой вот прямугольничек половинка листочка все сделали хорошо тогда начинаем сгибаем вот так вот мы можем сделать как ракушечку гармошечку делаем аккуратно нужно если у вас неровно получается вы можете взять остренькую линейку и вот так вот просто сделать вот а деревянная подойдет кто говорит я вот такая у деревянная подойдет подойдет мирослава ты хочешь что-нибудь спросить аккуратно нужно делать чтобы потом склеить аккуратно а вторую тоже надо это сделать нет не нужно какие гармошечки две нужны нет одна только а я уже сделал ну ничего страшного я уже сделал я уже сделал Проверьте, чтобы все было ровно. Извините за опоздание. Кто говорит? Маша говорит. Здравствуй, Маша. Тебе надо взять листок, загнуть его друг с другом попрямой, пополам. И отрезаешь серединку. Потом делаешь вот такую вот гармошечку. Нет, нет, прямоугольник. Прямо, прям по половине. По длинной стороне находим середину листа и разделяем его, разрезаем пополам. Получится два длинных прямоугольника, как я вижу вот на экране уже смен. Такая вот у меня получилась гармошечка. У меня желтого будет. Потом мы соединяем друг с другом, вот так, так же, как было. И, наверное, сейчас смотрим, сколько тут сантиметров у нас. Мы смотрим сейчас. Тут 10, значит, 5 сантиметров туда, 5 сантиметров сюда. Находим серединку. Степлер понадобится вам, чтобы ровно сделать. Кого нету сцеплера, можно ниточкой. Ну что? Ну что? Так, что нам тут дальше просто гармошки делать? Скажите, а что мы делаем сегодня? Скажите, а что мы делаем посередине. Что еще раз? Соединить посередине. Скрипить или ниточкой можно взять. Так. Жасмина, там Алиса руку поднимала. Да, Алиса. У меня просто степлер не работает. А нитки у меня... Можно просто ниточкой, как у меня. А нитки у меня нет. Ну, если скотч есть, то можно и скотч. Кусочек маленький. А, ладно. Вот такая вот у меня получилась, как бантик. У меня вот такая вот леточка. Кто говорит? Я. Нормально, отлично. Только ты можешь ее пополам разрезать, чтобы она была тонкой. Все сделаем. Скажите, что мы делаем? Мы делаем гармошку. Сначала. Не надо. Тебе за совет. Все сделали вот такую гармошку? Что-то нам понадобится клеей. ПВА или обычный. Можно. А карандаш подойдет? Или нужно на ПВА? Карандаш можно. Тоже. Нитка. Теперь мы берем вот этот угол. И вот мы скрепляем. Поклеим. Вот так. И так же мы делаем снизу, чтобы у нас была вот такая вот кругленькая гармошечка. А как снизу? Все края нужно склеить вот так вот. Вот у нас вот так. Нам нужно склеить вот этот вот. И вот этот вот так. Друг с другом. Так же снизу мы делаем, чтобы получилась круглая гармошечка. Такая вот. Будет круглая гармошка. Просто я еще не сделала. А можно степлером скрепить там? Нет, никак. У меня не получается. Отведеняется все. Надо подержать. Да я ее держу. Все равно отпускаю и все. Значит, ты неровно сделал гармошку. Если у вас клей очень много вылился, то вы берете кисточку и вот так вот его размазываете. Так же можете взять остальную клею вниз. Можно сказать? Да. А если у тебя не скрепляется вот так слишком маленькая бумажка? Значит, маленькая бумажка у тебя была. А если попробовать чуть сильнее эти листики приближать друг к другу, Алиса? Не так вот нежно пальчиками, а... А тогда они все равно расклеиваются. Мы тоже попробовали. Тогда верхний вот этот вот расклеивается. А-а-а, как интересно. Поэтому либо новые сейчас делать. Воспользуйтесь таким степлером на этих местах. У меня только бумага намокла. У меня только бумага намокла. У меня только бумага намокла. Да, мы там степлером скрепили. Допустим, я положу, которая стала сделать другую гармошку, если не получилось. То есть не обязательно опять резать бумагу пополам. Вот такая у меня получилась. У кого так же получилось? Мы вытираем остальной клей салфеточкой, чтобы не остался клей. Я конца степлером скрепила. А как получилось? Вот так. Но у меня не очень просто была ровная гармошка еще. Нормально, хорошо. Откладываем пока в сторонку, пока высохнет. Берем другой листик, пока вот этот, который остался. И рисуем ушки, там носик. Я вам сейчас все покажу. Рисуем голову оленя сначала. У меня... Сейчас посмотрю, как они рисуют. Вырисуйте карандашиком. Если кто-то хочет другого, например, зайчика, кошечку, вы можете сделать по-своему, как вам захочется. Можете сделать со мной оленя. А покажите, пожалуйста. А что подсказать? А можно сказать? Подожди, Мирославу ждем. Мирослава, что тебе подсказать? Она хотела ушки увидеть. Ушки? Вот такие вот ушки. Вот так. Чуть-чуть подальше от камеры. На себя подвинь чуть-чуть, а то плохо видно. Увидела, Мирослава? Да, благодарим. Алиса? Три царя ушки сейчас. У меня вообще ничего не получилось, только вот такая получается. Значит, скотч не держит. Надо какой-то другой способ. Иди поищи веревочку. Любую веревочку можно. Или нитки. Подождите, пожалуйста. Да, я жду. Вот так вот должно у вас получиться. У меня будет белая голова, я ее просто разукрашу желтеньким. Просто на вот таком листочке не сможешь вот такого сделать, будет сваливаться. Ну, ты сможешь тогда сделать эту поделку, когда найдешь ниточку и посмотришь еще раз в записи. Сейчас можешь просто посмотреть, как это делается и запомнить. Пока делай голову. Сделай голову можешь, чтобы для следующей фигурки ее применить. И я приклеиваю голову сюда разукрасить лучше сначала, а потом наклеить вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вам тут легко сделать. Надо просто голову нарисовать, улыбку нарисовать, носик, глазки и роги. Рога, не роги. Рога, не рога, не рога, не рога. У меня будет белая голова, вот такая вот. Надо приклеивать хорошо. Вот так вот. Если вы хотите белого оленя, то вы можете не разукрашивать его. А так вы можете взять карандаши и разукрасить его. Ротик, носик и глазки вы можете карандашиком нарисовать. Вот у меня которая готова была уже. Такая вот получилась. Ротик, носик и глазки. Ротик, носик и глазки. Потом мы будем ниточкой или ленточкой сзади прикреплять, чтобы можно куда-то повесить. Так. Так. Ну это когда уже высохнет. Значит, у него нет. То так... То так, на fledке. Ну, из-за того, что нравится? Продолжение следует... 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 лучше степлером если у вас есть степлер можете степлером мужу клемпом голову приклеивать да а если все сделали можно покидать это алиса говорит в этом языке я так и говорит еда я не да вы взяли вот такую вот ленточку сейчас сделаем вы там мой битин у меня не будут какой-то бешеный отлично только бешеный какой-то получился очень похож на рождественскую козу у никиты герой получился каляр который в калядовщики ходили наряжались в козу ну что делаем нитки нитку подвешиваем я думаю что на вот это нельзя похоже теперь берем ленточку изгибаем друг другом края они тоже должны быть ровными вот так должна будет получиться ленточка теперь мы сзади клеем можно степлером а какой части приклеивается ленточку задней гармошки к гармошки на же сзади есть еще и мордочка к гармошки да также можно кисточкой пользовать чтобы клея наносить только чуть-чуть клея совсем так подойдет кто говорит лон подойдет а можно вообще без ленточки можно подходит тут говорит маша извините я сделал молодец сделали вот красиво тоже вот сделала на ленточке зелененькая у всех так получилось теперь надо нам закрыть вот эту часть серединке а листочка кругленькой листочкой маленькой вот так вот спасибо за урок до свидания до свидания до свидания пока пока а еще будет да будет мы будем делать балерину на следующий урок понятно я напишу надо ли хорошо пока отвечу всем пока а можно еще поболтать порисовать ну на самом деле у нас еще есть время занятия то есть то что ребята уходят это их личное право и вообще можно было не шуметь а ладно поэтому жасмин ты вот приклеивай пока ты же не закончила еще да вот этот кружочек нам надо серединку сделать еще вот эту вот часть нужно вырезать кружочек из обычного листка или из-за цветного бумаги нужно чтобы не пропустить как можно немного и и и и и и и можете сердечко даже вырезать кому как нравится у у вы а у у Продолжение следует... 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 Продолжение следует...